Мы только для вас, специально для этой серии провели, мы задали нашим терапевтам вопрос, как вы оцениваете свою подготовку в области эндокринных заболеваний? Замечательно. 9% отлично. В подавляющем большинстве случаев не назначаю консультацию эндокринолога. Великолепно. 9%. Маленький процент, но великолепно. Эти 9% по сути для подражания остальным всем. Хорошо. 9%. Хорошо. Сахарный диабет и патология щитовидной железы веду сам, сама. Остальное отправляю к эндокринологу. Тоже замечательно, потому что это самые распространенные эндокринные заболевания, которые... Нетрудные для диагностики, да? Ну, как сказать, подавляющим большинстве случаев. Такие случаи, естественно, да. И патология щитовидной железы, но это великолепно тоже. Это категория людей тоже для подражания остальными врачами. 55% больше всех, удовлетворительно, с неосложненными формами диабета справятся в состоянии, но не более-менее. Мне кажется, это самая честная позиция. Это самая честная позиция, естественно. Спасибо вот за такое, в общем-то, самокритичное, в общем-то, проявление и так далее. И, соответственно, хочу сказать о том, что нам необходимо, чтобы мы довели таких людей до 100%, по крайней мере, с несложными формами диабета, чтобы они могли справиться. Это действительно веяние времени. Мы сегодня, по сути, находимся на пороге эпидемиологического цунами по сахарному диабету. И это перейдет так или иначе к врачам общей практики. Анатолий Иванович, перед тем, как вы начнете подготовленный ваш вопрос, а вот как вы оцениваете вот этот вопрос терапевтам? Глубоко уважаемый Аркадий Львович, а что мы стоим, глубоко уважаемые коллеги, я, во-первых, приветствую эту инициативу. Это очень правильно сделано. И я должен сказать, что восхищен откровением врачей, которые, во-первых, я так думаю, все написали правду. А второе, вот этот опрос еще раз подчеркнул значимость наших встреч, в частности, с Ашот Мусаиловичем и с другими специалистами в области эндокринологии. Это, откровенно говоря, такие цифры меня удивили. Я немножко рассчитывал на более хорошие цифры. Обратите внимание, все-таки вот практически 75%, даже 80% можно считать, люди, которые четко полагают, критично оценивая свои возможности в области эндокринологии, что они без специалиста практически обойтись не могут. А уж о чем тогда, как говорится, при артериальной гипертензе, о чем можно думать? Я понимаю позицию практических врачей, амбулаторных врачей в частности. Они действительно очень загружены. Я понимаю, что на повышение квалификации времени остается очень мало. Тем более значимы наши встречи, где мы в течение относительно короткого времени поднимаем, как правило, проблемы, которые чрезвычайно важны для практического врача. И этот опрос это подтвердил. Спасибо, Анатолий Иванович. Ну, пожалуйста, тогда, что вы подготовили для коллег наших? Спасибо. Глубко, уважаемые коллеги, инициатором этой проблемы, обсуждения ее, стал Ашот Мусайлович Макратумян, организовал нашу встречу Аркадий Львович Вёрткин. И вот тот опрос, который мы сейчас обсудили, он еще раз подтверждает значимость подобных встреч, особенно по темам, которые недостаточно знакомы практическому врачу. И вот я позволю себе еще раз вспомнить вчерашний слайд, потому что я считаю его принципиальным. Распространенность артериальной гипертензии среди российской популяции составляет 35-45%. Мы это знаем. Мы знаем еще подобную цифру, что эффективное лечение больных с артериальной гипертензией, То есть количество случаев, когда мы можем добиться целевых цифр артериального давления, меньше 140 и 90, за рубежом примерно где-то уже укладывается в 50%, у нас пока в 30-35%. Вопрос. Конечно, причин неадекватного, неэффективного лечения артериальной гипертензии много. Одна из них, например, такая комплиентность. Это никак не зависит от квалификации врача. Но я вам должен сказать, что вот следующая цифра, она впечатляет. Вот обратите внимание, из больных с артериальной гипертензией, у 13-23% больных, причиной артериальной гипертензии является патология эндокринной системы. Что это значит? Это значит, что если мы, у этих, условно я округляю, 20% больных, пусть 15% больных, если мы не заподозрили активное участие той или иной части эндокринной системы в формировании повышенных цифр артериального давления, значит, мы не только ошибаемся в генезе, мы обязательно будем такого пациента лечить неадекватно. И вот, может быть, как раз из-за этого такая большая цифра неэффективно леченных или неадекватно леченных пациентов, более 50%. Может быть, потому, что примерно где-то 15% среди них с патологией эндокринной системы, а мы ее упускаем. И, соответственно, мы это не учитываем в лечении. Гипертензии эндокринного генеза наиболее часто приобретают злокачественный характер течения и резистентны к медикаментозной терапии. Вот это мы тоже должны помнить. Мы знаем с вами, что у нас есть целый пул больных с так называемой злокачественной артериальной гипертензией. И вот у них-то мы все-таки должны обязательно подумать о возможной патологии не только почек, что мы с вами помним, наверное, с третьего курса, но и той или иной части эндокринной системы. И это нам поможет в работе. И вот просто для напоминания, для обзора. Гормональные причины повышенного артериального давления. Они здесь перечислены все. Частично мы их, те, которые относятся к гипоталяма, гипофизарной системе, мы обсудили вчера. А вот специально красным цветом я выделил три вида эндокринной патологии. И гипертиреоз, гипотиреоз и гиперпаратиреоз. Вот этой теме мы сегодня посвящаем наш разговор. Заболевания щитовидной железы, о них сегодня разговор, занимает второе место после сахарного диабета. Так что распространенность очень высокая. При гипертиреозе характерным признаком является повышенное систолическое давление. При этом диастолическое, как правило, остается в норме. Вот эту характеристику, которую я нашел в различных видах исследованиях, я считаю, что ее нужно запомнить. Систолическая артериальная гипертензия, если она тем более плохо поддается лечению, надо подумать, нет ли здесь гипертиреоза. Он не всегда бывает выражен. Так что глаза соответствующие там и так далее. Но подумать об этом надо, у нас есть биохимические тесты, которые позволяют это документировать. И вот гипотиреоз. Наиболее отстраненными причинами первичного гипотиреоза являются аутоиммунный тиреидит и послеоперационный гипотиреоз. Мы можем, соответствующим образом, собирать анамнез и не упустить эти моменты. Отмечено, что аутоиммунный тиреидит в последних двух поколениях Земли диагностируется гораздо чаще, чем раньше. Им страдает примерно 3-4% населения земного шара. Это огромная цифра. Причем с возрастом число больных увеличится, достигая 16% среди пожилых лиц, и особенно женщин. Гипотиреоз больше не характерен в пожилом возрасте и стабильском для женщин. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, симптоматическая артериальная гипертония на фоне гипотиреоза в настоящее время признается одной из форм вторичных артериальных гипертоний или гипертензии эндокринного генеза. Раньше в предыдущих рекомендациях такого определения не было. Но полагали, что это может быть так связано. Сейчас это четко сформулировано. Это принципиально новая позиция сегодня специалистов, работающих с больными с повышенными циклами артериального давления. Гипотиреоз. Продолжаем тему. Но в настоящее время многими исследователями отмечается наличие у больных с недостаточной функцией щитовидной железы, артериальной гипертензии с частотой от 10 до 50% случаев. Обратите внимание еще раз на эту цифру. Эта цифра появилась не так давно. Она озвучена в целом ряде документов и таких, как клинические рекомендации. Я повторю эту цифру, мы ее должны запомнить. Что наличие у больных с недостаточной функцией щитовидной железы артериальной гипертензии встречается с частотой от 10 до 50%. Это не значит, что это ведущая причина. Это ни в коей мере не свидетельствует о том, что без гипофункции прям бы давление было бы нормальным. Но то, что вклад... Другие причины тоже могут срабатывать. Но то, что вклад гипотириоза в формирование артериальной гипертензии, это уже доказанный факт. И мы об этом должны помнить, особенно у лицей пожилого и старческого возраста, с труднокоррегируемой артериальной гипертензией. И вот особенность. Артериальная гипертензия при данном заболевании характеризуется повышением преимущественно диастолического давления с избыточным снижением его ночью. Вот когда мы видим подобную динамику, особенно присуточного мониторирования артериального давления, мы должны задуматься, а нет ли здесь гипотириоза. Он не обязательно имеет выраженной формы. Но у нас есть возможность биохимического уточнения состояния щитовидной железы, в частности, достаточно раннего выявления гипотириоза. И мы должны помнить, диастолическое давление, избыточное снижение его ночью, это характерно для гипотириоза. Что касается сегодня, об этом тоже будет говорить подробно. Ашотмуселч пары щитовидных желез и артериального давления. Парад гормон, синтезируемый в больших количествах, вызывает разрушение костной ткани с последующим освобождением в кровь большого количества кальция. Избыток кальция в крови, в свою очередь, оказывает воздействие на сосуды, вызывая их сужение. В результате этого артериальное давление, один из механизмов его повышения, оно повышается. Чем выше уровень кальция в крови, тем вероятнее возникновение артериальной гипертензии у человека. Вот мы смотрим кальций, он повышен, и у человека артериальная гипертензия. Мы должны подумать о том, что действительно вклад вот этого микроэлемента, он имеет место у этого человека, и подумать, как справиться с избытком кальция. Я думаю, что особенности артериальной гипертонии и некоторые представления о особенностях вклада в формирование повышенных цифр артериального давления вот по тем проблемам, которые мы сегодня обсуждаем, они имеют большое значение для практического врача, но и более подробно озвучат Аршут Мусайлович. Пожалуйста. Ну, я хотел бы, во-первых, здравствуйте, уважаемые коллеги, которые сегодня перед мониторами пришли опять послушать. Вам большое спасибо. Естественно, я хочу сразу сказать, что мы остановились на очень узкой проблеме именно для врачей широкого профиля, для врачей общей практики, потому что данную тему, тем более, когда надо заболевание щитовидной железы и околощитовидных желез, это, конечно, в классике на курсах усовершенствования врачей читается, поверьте мне, в течение недели. Но мы, как говорится, ограничены коротким временем, и я должен поблагодарить Анатолий Иванович за блестящую вот платформу, которую он сейчас создал для моего выступления, потому что глобальные проблемы были уже озвучены, и актуальность таким образом вы уже поняли. И я хочу также поблагодарить Аркадия Львовича, что да, он действительно прав был, что сюрприз сделал. А вы знаете, это такой уникальный сюрприз, что любой журнал готов опубликовать эти данные, потому что они представляют бесконечно большую, как говорится, большой интерес для современной медицины, для сегодняшнего, как говорится, деятелей органов здравоохранения и так далее, потому что это очень важные вещи. Я думаю, что после этих слов мы можем спокойно завершить вебинар. Да, ну, по крайней мере, я смотрю, у меня есть полчаса, и я хотел бы, уважаемые коллеги, вот разделить таким образом первые части, я скажу об артериальных гипертензиях при тиреотоксикозе и гипотиреозе. Наиболее частые патологии щитовидной железы. Но если бы мы посмотрели классификацию заболеваний щитовидной железы, то, естественно, там очень много в этой классификации. Здесь же имеется в виду типы нарушений функционального состояния щитовидной железы. Заболевания щитовидной железы действительно имеют, коллеги, принципиальное значение, независимо от избранной узкой специализации. Поверьте мне, будет ли это терапевт, скажем, широкого профиля, или узкой профиля кардиологи, пульмонологи, там я не знаю, гастроэнтерологи, или даже хирургического профиля специалисты, акушерства, гинекология. Поверьте мне, это чрезвычайно важно для всех, с учетом неуклонного роста этой патологии в последние десятилетия. И тем более, что гормоны щитовидной железы, о чем я чуть позже скажу, играет колоссальную роль в развитии различных тканей, различных органов. Давайте не забудем также, что гормоны щитовидной железы – это гормоны интеллекта. А распространенность гипотириоза Анатолий Иванович прекрасно показал, да, особенно с возрастом и особенно гендерное различие у женщин. Очень высокая частота. Будьте внимательны. Вот вчера, Аркадий Львович, вы подсказали там, Ашот, Мусалыч, как в отношении того, что прямо у порога можно в кабинет предположить наличие, например, той или иной патологии. Да, эндокринные болезни как раз имеют это свойство. И обратите внимание, некая амимичность, некая одутловатость, например, да, вот, такая желтизна кожи иногда, вот такое, когда вы смотрите. Очень блеклый взгляд, нет в этом взгляде никакой жизнерадостности. Подвижность такая слабенькая и так далее. Речь замедленная. Сразу, конечно же, придет, и вы уже поймете в этом отношении. Артериальная гипертензия наблюдается, как Анатолий Иванович уже подсказал, при обоих состояниях нарушения функции щитовидной железы. Но механизмы, которые приводят к развитию этой артериальной гипертензии, совершенно разные. При, например, повышенной функции щитовидной железы, тиреотоксикозе, и при пониженной функции, например, гипотиреозе и так далее. Если, я вам честно скажу, что если взять всю, вот, например, глобальную, да, больных, например, ну, с артериальной гипертензией, то я вам должен сказать, что до 28%, представляете, артериальные гипертензии могут быть этого генеза. Поэтому надо быть внимательным. Вот смотрите, в конце моего этого слайда, в 2001 году Франклин с авторами изучал изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, и в том числе и артериальное давление, да, наряду с другими изменениями, скажем, со стороны сердца. 405 человек с тиреотоксикозом, и 405 человек здоровые. Контрольная группа. И вы обратите внимание, сколько высокие, как говорится, цифры он обнаружил артериального давления, которые, кстати, оставались такими, как лёжа, так и стоя, независимо от изменения, скажем, положения тела и так далее в этом плане. Но опять же вернёмся к пресловутым центрам эндокринной регуляторной системы. Это гипоталама, гипофизарная, как говорится, система. А дальше третье звено – это периферическая железа. Мы с вами рассматривали вчера гипоталама, гипофизарно-надпочечниковая система, имея в виду коронадпочечников, а сегодня мы имеем таким образом гипоталама, гипофизарно-тироидная, скажем, ось. И вот в этой оси, если вы обратите внимание, вы видите гипоталамус, который обладает релизинг-гормоном, то есть сегодня уже принято релизинг-гормон и называть либеринами, вот таким либерином, тиролиберин. Тиролиберин, который в гипофизе, в аденогипофизе, то есть в переднем гипофизе, влияя на определенные клетки, вызывает, соответственно, продукцию тириотропного гормона. А уже тириотропный гормон, обратите внимание, в нижней части стимуляция самой щитовидной железы. И щитовидная железа продуцирует, то есть клетки щитовидной железы, тироциты, они начинают, значит, вырабатывать основной гормон щитовидной железы. Это, коллеги, Т4, то есть тетра-йод тиранин, или, как мы с вами привыкли назвать, тироксин. Вот это основной гормон щитовидной железы. Т3 – это уже дейодирование одной молекулы йода, и из тетра-йод тиранина образуется три-йод тиранин в тканях, естественно, соответственно, так и обладает мощными также эффектами и тому подобное. И вот есть механизмы вообще во всей эндокринной системе, так называемый механизм обратной связи, механизм фидбэк, так называемый. Его-то впервые, кстати, наш отечественный ученый, чуть ли не за 30 лет до американца, который назвал это обратной связью, это был профессор Заводовский, который описал эту систему еще в 20, если не ошибаюсь, в 1923 году. А посмотрите, в каком-то году, в середине просто 20 века американец Сайерс это, и он назвал отрицательной обратной связью. А как Заводовский? Плюс-минус взаимодействия гормонов. То есть тиролиберин, гипоталамус, стимулирует гипофиз, образовалась ТТГ, ТТГ стимулирует щитовидную железу на продукцию тироксина. Тироксина, концентрация стала, как говорится, уже адекватной, значит, вот этой стимуляции, и уровень тироксина уже периферии обратной связью подавляет ТТГ и тиролиберин. Потом в ходе метаболизма, скажем и так далее, снижается уровень тироксина, снижается до порогового, тут же блок снимается, и снова начинается стимуляция. То есть вы поняли, Т4 плюс, ТТГ, как говорится, тиролиберин, минус, плюс-минус взаимодействия гормонов. Но почему американца название нашло по всем мире, конечно, вот такое в обиход вошло, а не Заводовского, элементарно просто. У Заводовского было упущение. Он не представил, что может быть механизм плюс-плюс взаимодействия гормонов. Он описывал только отрицательную обратную связь. А как раз обратная отрицательная связь, как вы видите здесь, и вы заметили нормы тиреотропного гормона от 0,4 до 4, да, микромеждународных, единственно миллилитров, и вы видите внизу также тироксин и триотирамин, показатели, которые должны быть. Я вам должен сказать, что запомните, коллеги, что для вас, ну, если я элементарно, образно, но тиреотропный гормон как раз играет важную роль, исходя из этого механизма регуляторного в диагностике нарушений функций щитовидной железы. Смотрите, только что я вам показал норму от 0,4 до 4, правильно? Итак, меньше, чем 0,4. Меньше. Он подавлен. О чем это говорит? Что тироксин повышен, выше нормы, и он по механизму вот этой обратной связи подарил стимулятор, ТТГ в этом плане. И вы посмотрите, это может быть только тироксин повышен, а может быть и Т3 повышен, триотирамин в этом плане. Повышенный один из них или оба, это тиреотоксикоз, поэтому ТТГ подавлен. Значит, вместо ТТГ кто-то другой стимулирует щитовидную железу. И мы увидим чуть позже, кто это стимулирует. А если они в норме, например, но ТТГ меньше, чем 0,4, значит, кто-то подавляет, но не так сильно, но подавляет ТТГ, значит, путем стимуляции тироксина. И поэтому ТТГ вроде бы низкий, но это Т4, Т3. Вроде бы нормальный, пусть высоконормальный, но нормальный субклинический тиреотоксикоз. Понимаете? То есть ТТГ ниже нормы. Это тиреотоксикоз при повышенном или нормальных уровнях тироксина, триотиранина. А если ТТГ больше 4, что это говорит? Это говорит о том, что гипоталамогипофизарная система стимулирует щитовидную железу, не видит результата, не видит деятельности самой железы. И он в гневе еще больше начинает вырабатываться, чтобы стимулировать, разбудить щитовидную железу. Но ТТ поражена первично, не может ответить. Вот у него и ТТГ повышен. Понимаете? Но если ТТГ повышен, а Т4-Т3 вроде пока нормальная, пусть даже в нижней границе ближе и так далее, но есть они. Субклинический гипотиреоз. ТТГ высокий. В чем дело? Если же ТТГ, как говорится, повышен, а Т4 снижен, это говорит о том, что это манифестный гипотиреоз. Гормоны щитовидной железы настолько важные функции имеют, которые я чуть сейчас позже вам перечислю, что мы должны детально знать. Вы посмотрите, какие мизерные концентрации этого гормона осуществляют системные, можно сказать, метаболические процессы в организме человека. Свободный пестостерон, свободный тероксин. Обратите внимание, 0,05. Остальные 99,95, кто это? Это связаны с белками, либо с тероксин, связывающим глобулином, либо с тероксин, связывающим преальбумином. Вы представляете? А ведь на уровне рецепторов активен только свободный тероксин. Правильно? И вот точно такая же картина с триотиранином. И вы видите, 0,5 только способна связываться с рецептором, оставлять свой биологический эффект. Остальные, как вы видите, они неактивные. А физиологические эффекты, я вам сказал, что я вам расскажу, смотрите. Регуляция роста и развития, развитие нервной системы, регуляция энергетического обмена, всех видов обмена веществ, влияние на сердечно-сосудистую систему, на костно-мышечную, влияние на репродуктивную систему, влияние на психику. Отсюда теперь понятно, что первое, когда я начал с того, что независимо от избранной специальности, патологию щитовидной железы, необходимо, конечно, чтобы знали все врачи. И если остановимся мы на тиреотоксикозе, это же симптомокомплекс, правильно? Это не диагноз. Диагноз, кто вызвал тиреотоксикоз в этом отношении? Это симптомокомплекс, это синдром. Который обусловлен избытком тиреоидных гормонов в крови, который вызывает эти токсические нарушения в различных органах. И опять, и здесь тоже, Анатолий Иванович, не только в гипотиреозе, как женщины, но и здесь тоже, к сожалению, есть гендерные вот такие особенности. Соотношение мужчин-женщин к тиреотоксикозе тоже довольно внушительное. на одного мужчину девять, как говорится, женщин с развитием тиреотоксикоза. И вот теперь, возникает, я вам сказал, тиреотоксикоз – это не диагноз. Это, естественно, функциональное состояние щитовидной железы, соответственно. Поэтому если классифицировать, да, вот функциональная классификация именно по тиреотоксикозу, именно синдром тиреотоксикоза, то обратите внимание, он может быть обусловлен повышенной продукцией вот этих гормонов самой щитовидной железой. Так? Разные причины могут это вызвать, но сама щитовидная железа повышена продукцией. Это болезнь Грейвса. Помните, длительное время у нас это называлось Базетова болезнь. Сегодня иногда пишут болезнь Грейвса-Базетова в этом плане. Это многоузловой токсический зоб, например. А вот вторая группа – это тиреотоксикоз, который обусловлен, например, продукцией тиреоидных гормонов, например, щитовидной железы, как хорионепитилиома, струма оварии, значит, и так далее, когда идет вот так вне, продукция, например, щитовидной железы. И, например, тиреотоксикоз не связаны вообще с гиперпродукцией гормонов щитовидной железы. Когда, например, медикаментозный тиреотоксикоз, лекарственный препарат или препараты самой щитовидной железы, или, например, тиреидиты, такие, знаете, деструктивного характера, которые приводят к разрушению щитовидной железы и возникает тиреотоксическая такая фаза, пусть она даже будет короткая, непродолжительная, например, но возникнет, значит, тоже картина тиреотоксикоза. И вот из самых распространенных, например, заболеваний тиреотоксикоза, вызывающих тиреотоксикоз, это болезнь Грейвса или, как принято называть, диффузный токсический зоб. Это аутоиммунное заболевание, которое развивается вследствие стимуляции антителами рецептора тиреотропного гормона. То есть это тироид, стимулирующие антитела. И они вместо ТТГ, они сами связываются с рецептором ТТГ и стимулируют таким образом, значит, щитовидную железу в этом отношении. И развивается синдром тиреотоксикоза зачастую, в том числе, помимо вот всех этих признаков тиреотоксических и так далее, но и экстратиреоидная патология, вы здесь видите эндокринная так называемая офтальмопатия, протибиальная микседема, акропатия, которые могут возникать. Следующий там в классификации был многоузловой токсический зоб, когда действительно в щитовидной железе образуются узлы образования, как правило, вот коллоидные это узлы, и с течением времени могут кто-то из них, какой-то узел и так далее, приобрести автономию, автономный характер работы, и уже бесконтрольно, без участия гипоталамогипофизарной системы и так далее, вырабатывать, вот этот узел вырабатывает тироидные гормоны, скажем, тироксин и триодтиранин. Ну, извините, вы здесь вот видите, например, как раз схематично изображены эти узлы, вы видите, да, которые на синтеграмме, естественно, заметны хорошо. И вот то, что следующее, это было гиперпродукция гормонов щитовидной железы, то, ну, не связан вот эта гиперпродукция гормонов щитовидной железы, не связана с самой железой, тиреотоксикоз. Это деструктивный тиреотоксикоз, когда тиреидиты, и деструктивный, смотрите, тиреидит декервена, или подострый тиреидит, вы вот все хорошо знаете, послеродовый тиреидит, есть такой молчащий тиреидит, или, например, цитокин индуцированный, когда вот возникают, скажем, провоспалительные цитокины и так далее. А есть и кардарон, то есть амидарон индуцированный тиреидитоксикоз, который возникает на фоне как раз приема кардарона, и, кстати, кардиологи широко применяют, терапевты и так далее. Он может даже после отмены препарата возникнуть спустя чуть ли не полгода, год и так далее. Эти признаки тиреидитоксикоза у них смазаны, и в основном, как бы вы видите, кардиологические симптомы в этом плане. И ТТГ может не снижаться в этом плане, поэтому надо смотреть свободный атероксин, свободный клеет тиранин и так далее в этом плане. Амидарон отменяется только как по согласованию с кардиологом. Если невозможно отменять, значит не отменять. Но лечение, например, глюкокортикоиды подключает и так далее. Но я вам уже сказал, что есть субклинический тиреидоксикоз. Напоминаю, помните, ТТГ снижено, но 3Т, Т4, Т3 в норме. Манифестный тиреидоксикоз, когда ТТГ снижено, а Т4, Т3 повышенный. И осложненный тиреидоксикоз, при котором уже и ХСН, и аритмия, и печеночная недостаточность. Мы, конечно, знаем, что тиреидоксикоз может быть первичным и вторичным. Первичный – это когда патология самой щитовидной железы. А вторичный тиреидоксикоз – это, естественно, аденомогипофиза, которая повышенно продуцирует тиреотропный гормон и повышенно стимулирует здоровую щитовидную железу в этом отношении. Поэтому вот здесь обратите внимание на клиническую картину тиреидоксикоза. Помните, я вам сказал, что он, по сути, влияет на все ткани, все органы, все системы и так далее в организме. Поэтому, соответственно, и вы видите. Вот обратите внимание, со стороны нервной системы, например, раздражительность, скажем, она повышена и так далее. Какая-то, значит, плаксивость возникает в этом отношении. Периоды, значит, ухудшенного настроения, например, в этом плане. А вот сердечно-сосудистая система. И вы видите повышение артериального давления, тахикардия, которая возникает у этих пациентов, естественно. Аритмия. Это могут быть экстрасистолии. Это может быть мерцательная аритмия. В тяжелых случаях сердечная недостаточность развивается у этих пациентов. Кроме того, вы видите, что, по сути, я уже говорил, не будем тратить время и так далее, что типичные симптомы телетоксикоза со стороны различных внутренних органов. Если сидят там, например, и слушают меня гастроэнтерологи, то, пожалуйста, пищеварительная система не остается в стороне. По сути, поражаются и желудочный желудок, и кишечник. Да, мы знаем, что ярким примером является, конечно, формировавшаяся диарея, нарушение, скажем, всасывания, синдром малиабсорбции и тому подобное. Ну и если травматологи, да, ревматологи, да, опорно-двигательный аппарат, вы видите, какие серьезные отклонения наблюдаются в этом отношении. И, пожалуйста, репродуктивная система и другие в этом отношении. Но тогда перейдем к основной теме, к чему посвящается сегодняшнее наше мероприятие. Это, конечно, патогенез артериальной гипертонии при телетоксикозе. Но вот обратите внимание, конечно же, вот при болезни Грейпса сегодня четко доказано, что имеется повышенная активность ренин-ангиотензин-альгостероновой системы. Ну а так как вы хорошо осведомлены в механизмах формирования артериальной гипертензии при нарушении вот этой системы, давайте не будем детализировать. С другой стороны, симпатоадреналовая система. Я вам должен сказать то, что, например, Анатолий Иванович показал, что при тиреотоксикозе именно систолическое артериальное давление повышено. И вот это, значит, разница между, пульсовое давление, разница между систолическим и диастолическим давлением довольно велико. И вот это иногда даже может быть очень низкие диастолическое артериальное давление. Это действительно эффект катахоламина, в частности адреналина. В частности адреналина, который действительно может даже колоптоидное состояние иногда вызывать в тяжелейших случаях в отношении диастолического давления. Ну и, конечно, всевозможные другие прессорные, депрессорные системы в организме, они все, по сути, коллеги, нарушены. И я вам должен сказать, как важно своевременно установить диагноз, например, заболевание тиреотоксикоза, нарушение функции. Ибо восстановление эутиреза, то есть нормальной функции щитовидной железы, приводит к эффективному снижению как систолического давления, так и восстановлению диастолического давления. Это очень важно, понимаете? Но с другой стороны мы должны помнить, что может и сохраняться артериальная гипертензия даже после адекватной коррекции функции щитовидной железы и достижения эутиреза. Потому что длительно не диагностировали нарушение функции щитовидной железы. И гормоны щитовидной железы успели, естественно, выраженные структурные изменения вызвать со стороны сосудистой системы. Вот почему так важно, как и было отмечено Анатолий Ивановичем, своевременная диагностика этих нарушений. И вот смотрите, я вам сказал, что до ядирования тироксина из Т4 образуется триодтиранин. Но вот сам триодтиранин, во-первых, посмотрите, выдающаяся роль гормонов щитовидной железы, это, естественно, поддержание теплообразования в организме нашем. А вот когда избыток, мы видим триодтиранина, увеличение термогенеза в периферических тканях, и что происходит? Снижается системное сосудистое сопротивление. И это приводит к тому, что эффективное артериальное наполнение сосудов уменьшается. Кстати, вчера вскользь мы об этом тоже говорили и так далее. А раз так, то организм мудрейший, у него есть компенсаторные возможности. Он что делает? Раз уменьшилось, как говорится, артериальное наполнение сосудов, начинает реабсорбцию натрия в почечных канальцах, для того, чтобы следом за натрием, по закону астматического градиента, жидкость тоже, как говорится, реабсорбировалась. И восстановился бы, например, вот этот объем циркулирующей крови. Идет, а здесь же Т3 повышен, значит, увеличенный объем циркулирующей крови возникает. Вот вам, а вчера мы здесь говорили с Аркадием Львовичем, и он называется, волюмзависимая гипертония. То есть объемзависимая в этом, но с другой стороны, это и положительный, инотропный, и хронотропный эффект на сердце. И поэтому и сердечный выброс, значит, повышается. То есть возникают серьезные изменения. Поэтому, если я буду обобщать вот те нарушения, которые возникают со стороны кардиоваскулярной системы при тиреотоксикозе, уважаемые коллеги, когда вы имеете вот подобные признаки, подумайте, исключите тиреотоксикоз. Это тахикардия, артериальная гипертензия, нарушение ритма той или иной формы. Сердечная недостаточность, которая может быть обусловлена миокардиодистропией. Надо, конечно, это делать и исключать, естественно, патологию щитовидной железы, в частности, тиреотоксикоз. Вы здесь видите картины, например, там, естественно, офтальмологические нарушения. Ну, я на этом не останавливаюсь и так далее. У всех у вас впечатление, что тиреотоксикоз должен обязательно пучеглазим и тому подобное. Да, это высокая частота. Высокая частота экзофтальма. В ряде случаев, естественно, это и эндокринная офтальмопатия сочетается, хотя нельзя сказать, что эндокринная офтальмопатия – это непосредственно осложнение тиреотоксикоза. Оно может, как говорится, и самостоятельно быть в любом случае. Но когда лечение тиреотоксикоза, вы видите выбор метода лечения, вам здесь даются болезнь Грейпса. Вы посмотрите, медикаментозная терапия – напросительный знак. Почему? Потому что мы сейчас посмотрим, действительно может ли привести к излечению, излечению, например, болезни Грейпса. Поэтому вы выбираете метод радио-йод терапии или радикального хирургического вмешательства – тиреоидоктомии. Правильно? Многоузловой токсический зог. Пожалуйста, радио-йод терапия. Опять же, можно тиреотоксикоза, тиреостратическими препаратами? Можно, но мы увидим, когда и почему. Можем ли мы говорить, из лечения наступить? Нет. Или, например, тиреотоксическая аденома. Естественно, это аденома, которая повышенно продуцирует автономно тиреогенные гормоны. Оперативное вмешательство, правильно? Это самое главное. Ну, здесь под вопросом радио-йод терапия. А вот смотрите, тиреостратическая терапия, то есть пероральная, таблетированная терапия. Почему же под вопросом? Широко используется тирозол, меркозолил, ну, в ряде случаев пропицил в этом плане. И когда их используют? Для подготовки к операции. Если это болезнь Грейпса, которую я вам сказал, год-полтора без перерыва, хотя может уже через пару недель, три недели, вроде бы клинические признаки тиреотоксикоза сошли на нет и эутериоз. Но надо продолжать год-полтора. Надо обязательно оценивать наличие антител к рецептору ТТГ. Понимаете? Это очень нежелательное явление, которое вы видите, что этот титр повышен и так далее. Правильно? Если он повышен, если они наличествуют, радикальное лечение, радиоотерапия или хирургическое удаление, потому что рецидивы очень высокие. Если пациент отказался, или хирурги в силу каких-то обстоятельств, или радиоот не провели, при отсутствии этого наблюдать, конечно, на фоне тиреостатической терапии, но помнить, что рецидив в 80% случаев. А как корректировать гемодинамики эти нарушения? Ну, вы лучше меня прекрасно знаете, все терапевты это знают, что патогенетические средства коррекции гемодинамики при телетоксикозе – бета-одреноблокаторы, потому что мы уже увидели роль симпатической, скажем, симпатодреналовой системы и тому подобное в этом плане. Коллеги, я вам хочу сказать, что надо обязательно, своевременно, учитывая широкую распространенность обеих форм клинической дисфункции щитовидной железы – гипотириоза, тиреотоксикоза – широко распространена, особенно у лиц пожилого возраста, а ведь в пожилом возрасте и без патологии щитовидной железы зачастую уже у них была артериальная гипертензия, уже были какие-то изменения сердечно-сосудистой системы, а присоединение уже вот этого эндокринного компонента, патологии щитовидной железы в этом плане, конечно же, создали проблему адекватной коррекции этих гемодинамических нарушений. Ну а если вкратце абсолютно по гипотириозу, несколько слов я бы сказал. Ну смотрите, это вот вы видите эти маски, например, да? Это маскообразное лицо, адукловатое, отечное, амимичное, амимичное. Обратите внимание, гипотириоз – это синдром, специфическое состояние организма, которое связано с реакцией на низкий уровень концентрации гормонов щитовидной железы, то есть низкий уровень. Вот вы здесь видите, например, клиническую интерпретацию по лабораторным анализам тиреотропного гормона. Но я уже это вам показывал, правильно? Там, где ТТГ, помните, да? Как маркер оценки нарушений функционального состояния щитовидной железы. То есть, помните, меньше 4, больше 4 и так далее. Ну здесь, естественно, фигурирует цифра, вы видите, от 4 до 10, например, да? А свободный Т4 в норме – субклинический гипотириоз. Или, например, вы видите, ТТГ повышен более 10, а свободный Т4 снижен. Ну, манифестный, конечно, первичный, скажем, гипотириоз и тому подобное в этом плане. Я хочу вам сказать, что клиническая картина гипотириоза здесь четко представлена. Вас не удивляет, что действительно щитовидная железа – это маленькая железа. Вы знаете, она весит 20 граммов. 20 граммов. А если по размерам, например, да, то, например, от 4 до 18 где-то миллилитров, если не кубических сантиметров объем – это для женщин, и до 20 миллилитров – это для мужчин или там кубических сантиметров. Разницы нет. А весит всего около 20 граммов. И вы обратите внимание, сколько мизерные концентрации свободных гормонов. А вы посмотрите на стрелки, исходящие практически со всех органов человеческого организма. Поэтому будьте внимательны. Я вас очень прошу. Вы не представляете, под какими масками скрывается гипотириоз, когда просто вы не можете распознать и так далее. И даже опытный эндокринолог должен, ядко говорится, даже провокационных проб проводить и так далее, для того, чтобы выяснить и уточнить. Жалобы, вы видите, написано, часто скудные, не специфичные в этом плане. Да, вялость, медлительность, низкая физическая активность, например, сонливость, например, там скажем. Вот я вам говорил о том, что это гормоны интеллекта, гормоны памяти. Помните, регулярно надо, конечно, чтобы каждый человек знал функцию своей щитовидной железы, а то приходит, память у меня снижена и так далее. И начинает чего только не назначать и так далее. И в первую очередь не проверить ТТГ, правильно? А то тут же начинают однородные медицины и кончая совершенно сомнительными препаратами, когда это один из важнейших, как говорится, нарушений при снижении функции щитовидной железы, гормоны щитовидной железы, гормоны интеллекта. Вот почему у новорожденных уже, вы знаете, прямо в роддоме идет исследование, скрининг на исключение врожденного гипотириоза. Иначе эти дети в будущем кретины. Вот почему. И это повально, вы знаете, это делается в этом отношении. Да, действительно, сухость кожи, одухловатость лица, отечность, может быть, скажем, и так далее. Голос немножко грубый из-за того, что эта отечность касается и ряда тканей, в том числе и голосовых связок и так далее в этом плане. Ломкость ногтей, волосы выпадают, например, и так далее. И, естественно, индивидуальные особенности бывают в этом плане, вы всегда это учитывайте. Так возникает вопрос. Артериальная гипотириоза при гипотириозе, чем она обусловлена? Ну, во-первых, я красным выделил тот факт, который Анатолий Иванович тоже продемонстрировал. Я еще раз, почему? Потому что в актуальности важность подчеркнуть, да, что согласно рекомендациям ВОЗ, симптоматическая артериальная гипертензия на фоне гипотириоза, это действительно одна из форм вторичных артериальных гипертензий эндокринного генеза в этом отношении. Ну, я вам должен сказать, что диагностический поиск часто врачи ведут в неправильном направлении, понимаете, в этом плане? Потому что у них в голове устаревшие, как говорится, данные, устаревшие знания о том, что при гипотириозе может быть нормальное артериальное давление или даже пониженное артериальное давление. Это заблуждение. И это заблуждение как раз-то и является тормозом для правильной, своевременной, точной диагностики. И что самое главное, что мы упускаем, этиотропной терапией, а именно заместительной терапией. Вот патогенез артериальной гипертонии при гипотириозе. Смотрите, сосудистый тонус повышен у этих больных в этом плане из-за неадекватной гемодинамической реакции на уменьшение минутного объема крови. А я вам только что показал, правильно, что это происходит и каким образом, значит, произойдет. Увеличивается сосудистое сопротивление, и при гипотириозе оно еще больше возрастает, порою до 50%. Понимаете? И эту причину ищут, например, в мукоидном, то есть слизистом отеке, снижению эластичности сосудистой стенки артериол. Большую роль также некоторые считают, что это задержка натрия и воды в тканях. Мы видим эту одухловатость, эту отечность и так далее. Потому что здесь уже повышены кислые гликозоаминогликаны, повышена концентрация вазопрессина, обратите внимание, антидиуретического гормона, правильно? И я вам должен сказать, что сам вазопрессин уже само название говорит и так далее, что это сосудослуживающий, давление повышающий. Ну и, конечно, одним из узловых звеньев вот этой артериальной гипертензии при гипотириозе, это, естественно, эндопериальная дисфункция. Дисфункция. И, в частности, снижение выработки оксида азота и простациклина, этих мощнейших вазодилататоров. И, конечно, доминируют вазоконстрикторы, цитокины вазоконстрикторы в этом плане. Есть еще и данные, что при гипотириозе снижен уровень предсердного натриуретического фактора. Вот вам, пожалуйста, и другая сторона вопроса. С одной стороны, задержка натрия как происходит, а с другой стороны, снижен гормон, который должен выводить этот натрий, активно участвовать, правильно? Вот вам, пожалуйста, мы видим, что в этом плане снижен и предсердный натриуретический гормон. И большинством исследователей отмечен также нескорениновый характер вот этой симптоматической артериальной гипертонии. А вы прекрасно знаете, что, да, действительно, здесь роль, ну, я бы не сказал, что это классически почечная, но не исключается и роль почек, в частности, когда возникает небольшая даже ишемия, скажем, ткани югстагломерулярного аппарата в этом плане. А здесь, обратите внимание, наоборот, нет вот этого состояния, которое вызвало бы повышенную продукцию или нормальную продукцию. Ренин снижен, а значит, в этом плане и этот фактор. Какой алгоритм заместительной терапии гипотириоза? А теперь посмотрите, вот что важно. Возраст. Возраст моложе 70 лет или старше 70 лет? Почему? Это потому, что заместительная терапия тиреоидными гормонами. А вы прекрасно знаете, что сердце и сосуды являются мишенью для тиреоидных гормонов. Как вы думаете, старше 70 лет, пожилые люди, у которых действительно могут быть серьезные изменения, что произойдет? Поэтому, вот обратите внимание, возраст меньше 70 лет, а тиреотропный гормон до 10. Вникните, норма до 4. А тут позволяют до 10 не вмешиваться. Если это, например, там субклинический гипотириоз, говорят, ничего, ничего, не трогайте, не вмешивайтесь. И что вам говорят? Нет симптомов гипотириоза. Понимаете? Почему? Потому что хоть и ТТГ повышен, но я вам сказал, Т3, Т4, они еще нормальные. Да за счет увеличения ТТГ аж до 10, он еще способен простимулировать последние какие-то сохранные клетки щитовидной железы. Они все равно постараются и с кожи вылезут, но будут вырабатывать с Т4. И поэтому говорят, симптомов гипотириоза нет, наблюдайте, вы видите, ничего не делайте. Хотя ТТГ выше 4-2,5 раза, говорят, наблюдайте, повторите через полгода ТТГ. Ну а если есть симптомы гипотириоза, которые я вам продемонстрировал, говорят, пробно, вы видите, как бы не навредить пациенту. Трехмесячная пробная терапия тероксином, левотероксином и ее продолжение при положительной динамике. А что это значит положительная динамика? А вы не спровоцировали стенокардию, например. А вы не спровоцировали резкое повышение артериального давления и так далее. Понимаете? А если ТТГ больше 10, все, однозначно лечите левотероксином этих пациентов, подбирая дозу под контролем ТТГ и тому подобное. Ну вот там, например, 18% врачей, которых мы опрос ввели, они сказали, что они могут обходиться без эндокринолога. Респект вам, коллеги. Остальные, пожалуйста, ничего страшного, обратитесь к эндокринологу, они начнут подбирать дозировку. Ну а если возраст старше 70 лет, то опять так же в отношении ТТГ меньше 10 наблюдать. Но что интересно, вы видите, что здесь вам не говорят, а если есть симптомы гипотириоза, там же, когда меньше 70, есть симптомы гипотириоза, пробно трехмесячную заместительную терапию. А здесь и этого не делают. Старше 70 лет, наблюдайте. Но если ТТГ превысило 10 международных единиц на литр, все, при выраженных симптомах, высоком сердечно-сосудистом риске, осторожно, контролируя, наблюдая, начинайте заместительную терапию левотироксином. Коллеги, я отниму вас буквально несколько минут, я понимаю, что мы, в принципе, пожалуй, по времени пока артериальная гипертензия при первичном гиперпаратириозе остановлюсь. Я вам хочу сказать, что, во-первых, значит, Анатолий Иванович уже акцентировал, какой гормон вырабатывают околощитовидные железы. Если вы помните околощитовидные железы, вы знаете, они абсолютно крайне мелкие, в миллиграммах сумма четырех, как говорится. Ну, иногда бывает и дополнительная железа и так далее в этом плане. А в целом, значит, одна пара верхняя пара пара щитовидных желез и нижняя пара пара щитовидных желез. Причем нижняя пара пара щитовидных желез, она даже, значит, может находиться непосредственно в ткани щитовидной железы. Первичный гиперпаратириоз – это когда паратгормон или, как еще называют, паратирин повышен в результате образования самих пара щитовидных железов, объемное образование. Или с гиперплазией, например, тотальной, бывает так, все четыре, как говорится, околощитовидные железы повыше увеличены. Вторичный – это компенсаторное повышение пара гормона, потому что длительная гипокальцемия. Кстати, терапевты, коллеги, вы должны с этим фактом очень часто сталкиваться, очень часто. Потому что кальция поступает только с пищей, вы это знаете, в организме он не синтезируется. И я вам должен сказать, что когда институт питания… Значит, как фамилия была, директор бывший, я забыл уже. Да. Я вам должен сказать, что под руководством директора института питания было проведено исследование среди московских молодых женщин, 30-летних, которые дали информированное согласие о том, что у них полноценное питание, смешанное питание с творогом, в том числе кисломолочными продуктами, молоком и тому подобное. Тутияна. Да, Тутияна. Да, академика Тутияна. Вот под руководством проведено было это исследование. И вы знаете, что оказалось? Оказалось, что вот эти молодые в 30 лет, когда ежедневно суточная потребность, тысяча миллиграммов в этом возрасте, они с хорошим питанием за сутки получали 450 миллиграммов. Вникните. То есть меньше половины за сутки. Что произойдет? Повышается парад гормон. Кальция недостаточно поступила. Кальций всасывается, но его недостаточно. А к чему приведет снижение кальция в крови? Помните, снижение уровня кальция в крови повышает нервно-мышечную возбудимость и вызывает тетанию. Вот почему при любом судорожном синдроме бригада скорой помощи в первую очередь вводит внутривенно 10% растворы кальция и так далее. Кальция выше нормы угнетает нервно-мышечную возбудимость. И тогда такая ткань, как миокард, которая обязана возбуждаться, снижается возбудимость миокарда. И вот вам аритмия. Вот вам, пожалуйста. И терапевты вы знаете прекрасно, иногда не вникая в это, что даже никаких обследований о содержании в миокарде кальция вы назначаете. Вы знаете, увидели вот это нарушение ритма, блокаторы кальциевых каналов, то есть предполагая, что это кальция повышения. И он снизил нервно-мышечную возбудимость. И поэтому, значит, нарушились ритмы, скажем, и так далее, сердечной деятельности. Вот в чем дело. Поэтому, конечно же, вот с нарушениями типа вторичного гиперпарателлеза вы очень часто будете сталкиваться. И поэтому компенсаторно, из-за малого поступления кальция в организм человека, паратгормон повышается для того, чтобы разорбировать кость. И это мощнейшее депо кальция в организме, вы понимаете, да? Который оттуда извлекает кальций в организме взрослого человека приблизительно в среднем один килограмм кальция. Один килограмм кальция. Где-то, как говорится, 600 граммов фосфора и 25 граммов магния. Остальные все, как говорится, в микрограммах. И вот этот кальций, фосфор, магний, регулирующий гормон, это паратгормон. Представляете, да? В этом отношении. И из этого килограмма кальция 99%. Он в скелете. Вот почему скелет является мишенью для паратгормона. И посмотрите, первичный гиперпаратириоз, как правило, аденомы, да? Парощитовидной железы, которая повышенно продуцирует паратгормон. А вторичный. Это хроническая почечная недостаточность. Это дефицит витамина D. Важный аспект. Я сразу воспользуюсь случаем, коллеги, и вам скажу. 83% населения нашей страны с недостаточностью или дефицитом витамина D. Поверьте мне, это данные, которые уже Всемирная организация здравоохранения даже сообщила. А с витамином D дефицитом это отдельная тема. Я не буду затрагивать. Масса заболеваний, как говорится, представляете, жизненно важных в организме. Но здесь в отношении паратгормона, витамина D, например, и кальцитамина, которые как раз эти три основных кальцирегулирующих гормона. Кальцитамин в щитовидной железе вырабатывается, но это не гормон щитовидной железы, ибо он продуцируется совершенно не тиреоцитами, а С-клетками, фолликулярными клетками щитовидной железы, естественно. И он кальций в крови снижающий, паратгормон кальций в крови повышающий, а витамин D3 способствующий всасыванию кальция. Запомните, кальций очень валяшный макроэлемент. Если все остальные могут с пищей, поступив в организм, диффузно в кишечнике всасываться через микроворсинчатую систему. А вот кальций нет. Кальций минимальный процент, около 10% может всасаться. Он ожидает транспорта подачи и пожидает, что этот транспорт его поведет туда, куда надо. Кто этот транспорт? Это специфический белок тальбинзин. А кто стимулирует, экспрессирует синтез этого кальбинзина? Тальбинзина, D-гормон, который образуется из витамина D. Вот в чем дело. И вы обратите внимание, например, заболевания кишечника. Конечно, синдром малябсорбции. Что, мало людей таких? Или там другие заболевания и так далее? Кальций не всасывается, пусть даже достаточно принял. Костные заболевания. Масса болезней, которая приводит к развитию вторичного гиперпаратериоза. И, наконец, третичный гиперпаратериоз – это, естественно, автономное повышение паратгормона с формированием аденомы на фоне гиперплазии парашитовидных желез длительно при вторичном гиперпаратериозе. Не лечили вторичный гиперпаратериоз. И вот эта стимуляция, как говорится, постоянно паратгормона парашитовидных желез из-за нехватки, значит, соответственно, кальция. И что происходит? Конечно, рано или поздно там формируется, коллеги, аденома. Первичный гиперпаратериоз – это заболевание, таким образом, с избыточной секрецией паратерина в этом отношении. И появляется, многосимптомный проявляется клинической картиной, который вовлекает практически множество органов и систем и существенно снижает качество жизни. Уж не говоря о ранней инвалидизации и повышенный риск преждевременной смерти. Еще очень интересный вопрос, коллеги. Дело в том, что вот этот гиперпаратериоз после сахарного диабета и щитовидной железы по распространенности среди эндокринной патологии занимает, как вы видите, третье место. Вы посмотрите эпидемиологические исследования, которые были в Европе, в Америке и так далее. Первичный гиперпаратериоз занимает третье место. Вот вам, пожалуйста. А большинство пациентов тоже составляют женщины, причем после менопаузы в этом плане. И уже первые десятилетия после наступления менопаузы чаще всего и проявляются. Но здесь соотношение мужчины и женщины не такое уж разительное, как, например, при тех заболеваниях, которые сегодня мы рассматривали, один к трем в этом отношении. И вот этиология, если и патогенез рассмотреть первичного гиперпаратериоза, в 80-85% случаев это единственная солитарная аденома околощитовидной железы. Но в 10-15% случаев может быть гиперплазия. Одного, двух, а то и всех тотально парощитовидных желез. Но и не забываем, что до 5% это рак, естественно, околощитовидной железы в этом плане. Вот что очень важно. Есть и наследственные формы, конечно, в этом отношении. А вот патогенез, вы видите, это мутация гена, который кодирует белки, участвующие в транспорте кальция в клетке парощитовидных желез. Понимаете? Вот, вот, пожалуйста. Вот такой кальций, вот такой макроэлемент, который требует этих вещей и так далее. И вот вы видите, что он может быть нормокальцимический вариант. Ну, это очень малый процент. А, как правило, гиперкальцимический вариант. Проверяйте, особенно когда есть костные изменения, внутренние органы, висцеральные. В первую очередь это сердечно-сосудистая система, естественно. А потом уже, значит, там, скажем, другие внутренние органы. Ну и смешанные, когда и костные, и висцеральные, и тому подобное. И вы видите, да, со стороны различных органов и систем наблюдаются эти изменения в этом плане. Поэтому, завершая основная тема наша, это, например, вот артериальная гипертензия, вы видите, что помимо вот этих многих изменений со стороны скелета, например, переломы, например, там, патология почек в виде нефрокальциноза, например. Особенно, кстати, опасные панкреатиты, которые возникают, кальцинаты, панкреокалькулез, кстати, даже может быть и так далее. Изменения сердечно-сосудистой системы. Я выделил красным. Артериальная гипертензия, гипертрофия миокарда левого желудочка, диастолическая дисфункция левого желудочка, нарушение ритма, которые возникают. А теперь здесь обратите внимание с левой стороны. Вы что видите? Кому попал пациент, тот и занимается. Тот и занимается. И не говорит, что эндокринолог. Смотрите, травматолог, ортопед, ревматолог, нейрохирург, нефролог, куролог, кардиолог, гастроэнтеролог, психоневролог. Вы представляете? Вот, пожалуйста, они увидели каждый со своей стороны. При подтверждении гиперкальцемии, пожалуйста, консультацию куда? Хирурга-эндокринолога. Высокая смертность среди этих больных, в первую очередь, именно обусловлено сердечно-сосудистыми заболеваниями, а ничем другим в этом плане. Чаще всего это артериальная гипертензия. Ну и, конечно, другие, естественно, изменения, которые вы видели. Поэтому при первичном гиперпаратериозе, коллеги, жалобы имеются, анамнезу точнили, изучайте инструментальные данные. Артериальное давление, наличие аритмии, изменение, как и депрессия, например, сегменты СТ и укорочение КУТ, конкременты, например, в желудочно-кишечном тракте, вот я вам сказал, панкреокаркулез, почках, кальцинаты, например, остеопороз, эпулиты, в частности, лицевого черепа, это кисты вот такие. Щелочная реакция мочи. Обратите внимание на это, правильно, в этом плане. Вот, щелочная, удельно без мочи снижаются, узлы щитовидной железы. Направьте на исследование крови, как общий кальций, так и ионизированный кальций. Повышенный, парад гормон повышен, фосфор понижен в крови, а в моче, наоборот, выраженная фосфатурия наблюдается в этом отношении. Синтиграфию можете направить, как говорится, вот этих паращитовидных желез одномоментно. Можно, конечно, эмиссионная компьютерная томография, можно МСКТ органов шеи, много чего можно. Можно в том числе и ПЭТ-исследование, тонкоигольную аспирационную биопсию делать в этом плане, но своевременно установить диагноз. Вы спасете жизни этих людей. Спасибо за ваше внимание. Спасибо большое. К сожалению, у нас уже все лимиты времени стекли. Анатолий Иванович, если есть у вас какие-то комментарии короткие, пожалуйста. Ну, во-первых, благодарность Ашот Мусору за блестящую лекцию. Вам еще раз благодарность за то, что мы могли сегодня эту проблему обсудить. А я бы предложил практическим врачам сделать из этой лекции три вывода. Первое – это мы поняли еще раз, что роль эндокринной системы формирования артериальной гипертензии достаточно высока, и очень часто мы имеем таких больных. Второе – это у нас есть теперь реальные возможности не только своевременно диагностировать те или иные отклонения в эндокринной системе, ну, в частности, щитовидные железа и парочитовидные железы, но и активно влиять на те отклонения, которые мы выявляем. Значит, третье – это наши возможности выявления необходимых важных звеньев артериальной гипертензии и лечения существенно расширяются. Все. Спасибо, Анатолий Иванович. Ну, короткий ответ на вопрос. Одним предложением. Большое спасибо за вопрос. Значит, озвучиваю, какая тактика лечения экзофтальма при тиреотоксикозе. Если это тиреогенные, как говорится, экзофтальмы, вы лечите банально болезнь Грейкса, и тут же у вас все нормализуется, пройдет. Если это вы не имеете в виду синдром отечного экзофтальма или так называемая эндокринная или аутоиммунная офтальмопатия, то здесь, конечно, пульстерапия большими дозами, значит, по схеме глюкокортикоидные гормоны. Это может быть, естественно, лучевая терапия на орбиты. Это может быть в том числе хирургическое вмешательство по удалению части ретроградной, значит, вот этой массы, там, так, односторонний экзофтальм, выраженный нормальный показатель гормона, возможно ли онкология исключена. Более детально смотрите на онкологию. А с другой стороны, часто очень бывает, когда аутоиммунная офтальмопатия может начинаться односторонне, чуть позже с последующим подключением второго железы, второго глаза. Стоит ли при активных узлах первичный прибег к оперативному лечению с гормональной подготовкой? Можно ли добиться референсных значений при помощи фармтерапии? Я вам должен сказать, что при активных узлах вы можете добиться этих референсных значений, значит, антитиреоидной терапии, скажем, да, тиреостатиками и так далее. Но вы не сможете даже тетровать дозу на снижение, потому что тут же рецидивы начнутся. Поэтому лучше всего, конечно, оперативное вмешательство. Продолжение следует...